В этом году отмечали День молодежи. На протяжении двух дней кульминацией первого был велопробег. А темой мероприятия для молодых людей с ограниченными возможностями, которое прошло в городском парке культуры и отдыха в воскресенье 27 июня, стало летнее настроение. Инициатор проведения такого праздника – Апинская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин». Они должны быть вместе, мы должны быть вместе и в год народного единства, особенно. Поэтому я думаю, что это не только начало, мы много работаем с коррекционным центром, где занимаются дети с ограниченными возможностями. Ну и теперь мы решили вывести их за пределы тех площадок, где они работают постоянно, чтобы они видели, что о них тоже заботятся, чтобы они понимали, что они тоже молодые люди и тоже могут участвовать во всех мероприятиях и в жизнедеятельности нашего города и государства. Соревнования прошли под девизом «Равный равному». Их цель – показать, что рядом с нами живут такие же люди, им не нужны жалость и сочувствие. Им важно понимание. Под опекой городской организации помощи детям-инвалидам сегодня 94 человека, чьи физические возможности ограничены. В первую очередь, чтобы детей интегрировать в общество и создать равные, так скажем, возможности, чтобы они были наравне со всеми остальными детьми. Они такие же дети, но у них есть свои особенности. Они им нужны для новых впечатлений. А тем временем воркаут-площадка в городском парке становилась более оживленной. Продолжен молодежный праздник – силовой турнир «Крылья Полесья» при поддержке отдела по спорту и туризму Пинского горисполкома. 12 сильных и ловких юношей соревновались в нескольких дисциплинах. Вижу, есть знакомые ребята, есть те ребята, которые посещают и адреналин, есть ребята, которые посещают другие тренажерные залы. Вот я узнал, что у нас есть один из участников, он уже участвовал в республиканке в соревнованиях по отжиманию от брусьев. Ну а, как правило, это примерно одного возраста ребятам. Видимо, узнали о нашем турнире из соцсетей. Ребята, которые активно занимаются какими-то спортивными дисциплинами. На брусье 60 раз, подтягивание 30 раз. И отжимание где-то 70-80 раз. Все занимались спортом, а они по кафешкам сидели и не распивали спиртные напитки. В последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи. Это своего рода профессиональный праздник каждого пятого жителя страны. В столице Полесье сегодня проживает 27 186 пенчан в возрасте от 14 до 31 года. Творческие, спортивные, смелые, инициативные, эрудированные. Это все о молодых горожанах. Да, действительно, участников очень много. И то, что радует, то, что с каждым годом на такие мероприятия молодежь идет. Ведь действительно, молодежь города, она инициативная, она креативная, у нее творческий подход. И она всегда готова принимать участие в различных мероприятиях. И одно еще, которое проходит на сегодняшний день, которое такое достаточно новый, принимает формат. Это конкурсно-развлекательная программа. Одним из центров притяжения пинской молодежи стала площадка у Музея Белорусского Полесья. Праздничный концерт под названием «Лето в тренде» насыщен конкурсами. Часть торжества. Все прекрасно. Посмотрите в другом. Солнце, воскресенье, классный, прекрасный день, о котором хочется только веселиться. Еще и день молодежи, но как не радоваться. Супер, просто супер. Всех, абсолютно всех, молодых, тех, кто в душе, кто только по паспорту, всех с праздником огромным. Желаю вам такого же стремления и веселья внутри, не унывать и просто-напросто идти вперед. Все получится. Один из ярких моментов развлекательной программы – силовой конкурс. Его условия – как можно дольше удержать на весу гирю в 16 килограмм. Будешь готов? Начинаем. 45! 46 секунд! Поклопайте, громче, что ли? Оболны. А на этой площадке свой батл устроили танцоры. На пинской пешеходке прошел фестиваль молодежных инициатив «Эхо улиц». Масштабный форум собрал более 80 участников разных возрастов. Реализовать себя мог каждый. Главное – такой шанс не упустить. При себе требовалось иметь хорошее настроение. Научит вас не только танцевать, но и петь. Очень приятно, что мы это организовываем в закрытых залах, а на открытой площадке на нашей пешеходной улице. Очень мероприятие пользовалось интересом у молодежи и не только. Очень много было желающих посмотреть. Понравилась атмосфера. Я думаю, что масса положительных отзывов мы получим после проведения данного мероприятия. Большой городской праздник подарил молодежи немало позитивных эмоций и впечатлений. Очень позитивно, танцует очень круто. Я люблю навигатор. Навигатор топ. Очень нравится эта атмосфера, когда все волнуются за людей, за тех, кто танцует. Также мне очень нравится, как они танцуют, потому что брейк-данс – это правда очень классно. Смонаблюдать, смотреть за этим всем. Это прям очень атмосферово. Вот под эту музыку хочется самой плясать и танцевать. Молодежь, давно не было такого праздника. Наверное, все хотят пообщаться и с таким позитивом. Очень все замечательно. Очень весело, задорно. Все просто супер. На праздничных площадках развлекательные программы длились до позднего вечера. Завершением стал по-настоящему горячий сюрприз – выступление фаер-шоу. Субтитры сделал DimaTorzok